Приветствую вас, честно говоря, вот, читая ваш текст, у меня в основном возникло очень сильное чувство, чувство, знаете, такого давления что ли, ну, ощущение контроля, ощущение тяжести, какое-то ощущение напряжения. В то же время мне показалось, что вы, я могу ошибаться в этом, довольно упрямый человек. Я в этом не уверен, но мне кажется так. То есть, наверное, вам хотелось бы многие вещи в своей жизни контролировать. Я довольно, довольно сильно ощущаю у вас вот этот вот контроль, желание контроля. Достаточно сильно я вас чувствую. И мне кажется, что это напряжение, которое я чувствую, оно в какой-то степени проистекает оттуда. Мне так кажется, что вот это напряжение, которое я чувствую, оно проистекает именно в вашей потребности контроля. Хотя, конечно, я могу быть здесь и не прав, вне всякого сомнения. А поскольку контроль является, мягко говоря, не тем, что делает человека свободным, то нет ничего удивительного в том, что вы чувствуете паническую атаку, потому что что-то ваш контроль нарушает. А вы не знаете, что с этим делать, вы не знаете, как себя с этим провести. И не знаете, как обращаться со своими чувствами, вот, и, соответственно, вам страшно. Мне кажется, что что-то угрожает. Хотя на самом деле угрозы может, в принципе, и не быть. Это не значит, что ее нет вообще. Это не значит, что ее не бывает. Вот. Это значит только то, что вы сами, вот, отсюда решает в акте, так сказать, паническая атака твоей. О чем я подумал, да, то есть вот о чем я подумал, когда прочитал ваш текст. В первую очередь я подумал о том, что вы боитесь, и у вас есть сложности с личными границами. Потому что отвращение, вот чувство отвращения, хорошее чувство, оно необходимо нам для того, чтобы более четко для себя понимать, что нам не нравится, чего мы не хотим, что нас не устраивает, и где мы хотели бы сказать человеку стоп, остановись. Вы, вероятно, этого не делаете, позволяя человеку врываться в свои границы там, где вам не хочется, испытывая от этого боль, неудовлетворенность, страх, стыд, возможно, и не умение об этом рассказать, не умение об этом сказать человеку, 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 что, мол, мне стало больно, или мне, там, вот, не нравится, там, то-то-то-то-то. Потому что в нашей культуре, к сожалению, отвращение испытывать не очень-то позволительно. И мне кажется, что вот та задача, которую я для себя вижу, это как раз помочь вам обращаться с вашим отвращением. Потому что, вообще-то, обращение, оно является ключом, как мне кажется, к выздраиванию вами гармоничных, спокойных и естественных отношений, если вы позволите себе, если вы позволите обращению себя направлять. А вы говорите, как бы, как было. То есть, по сути, проигнорировать свои чувства. Ну, зачем же так пренебрежительно к себе относиться? Я бы сказал, что здесь у вас есть почва для созависимости. Потому что, наступая и игнорируя себя, вы создаете почти достаточно мощные, как мне кажется, при посылке для того, чтобы быть не свободны в отношениях. Если, например, ну, мужчина, допустим, да, если, например, мужчина захочет, скажем, вами воспользоваться, если, например, мужчина захочет, скажем, сделать, там, вам что-то, да, вот. Я имею в виду такое, более высокоуровневое, нежели чем просто починить боль или воспользоваться, ладно, вот. То у него это получится, что у него это получится, потому что вы склонны себя игнорировать. Значит, и другой человек сможет вас проигнорировать. Ему стоит показать, что, ну, что он вам даёт, то, что нужно. Ну, например, защищенность, например, какую-то определённость и всё. И вы рискуете стать зависимыми, потому что сами вы себя игнорируете. Вот. Это первый момент. Второе. Второе. Значит, я не очень понял, анонимно, насчёт антидепрессантов. То есть, как вы сами видите, в названии есть антидепрессия. То есть, это лекарство от депрессии, условно говоря. Ну, понятно, что депрессия не лечится только антидепрессантами. Это всё-таки симптом, как правило, психологических проблем человека, но тем не менее. Вот. И мне не очень понятно, может быть, потому что я не врач, психиатр, мне не очень понятна связь между тем, что вы принимаете антидепрессанты, и тем, что вы испытываете панический атак. То есть, как бы, связи я не вижу здесь. Дальше. Приём антидепрессантов и работа с психологом, это, ну, точно такой достаточно тонкий момент. Во-первых, сколько вы работали с психологом? Она, что работа вам не помогла. Если вы пришли один раз на встречу с психологом, то, скорее всего, вам и не поможет. Психотерапия, да, процесс не быстрый. Второе. Как бы, какие чувства вы в себе замечали при работе со специалистом? Понимаете, если, вот, я постараюсь вам это вот так показать. Вот вы, когда с мужчиной встречаетесь, да, и у вас начинаются вот панические атаки, Вы же понимаете, что, например, контакт, контакт с мужчиной в этот момент блокируется. То есть он не развивается, он не продвигается, с ним ничего по факту не происходит. И то же самое происходит и со специалистом. Если вы, к примеру, если вы чувствуете со специалистом напряжение, если вы чувствуете со специалистом некоторое отторжение, или неловкость, или еще какое-то чувство, то психотерапия так же не работает. То есть, вы знаете, ни одну, ни две, ни три, ни четыре, ни пять встреч можно использовать именно для того, чтобы осознать, что вот этот блокирующий фактор присутствует и что на него нужно обратить внимание. Когда на него, благодаря вот осознаванию и работе со специалистом вы обращаете внимание, уже можно будет двигаться дальше. То есть, мне кажется, опять же, что вы, вот глобально, да, у меня есть только ощущение, что вам решение проблемы важнее, чем наполненность, гармоничность, равномерность, витальность в вашей жизни. На первый взгляд, это кажется немножко таким противоречивым, немножко таким, как бы, может быть парадоксальным высказыванием, вот, потому что, ну, как же так, не быть нацелены на проблему. Можете сказать вы и, в принципе, в ваших словах, в словах будет какая-то доля истины, вот. Но здесь важно понимать немножко другое, что проблема не в проблеме. То есть, проблема не в симптомах. То, что у вас, например, паническая атака возникает, или тошнота, или отвращение, это симптомы, но это не проблема. Проблема в том, что и паническая атака, и тошнота, и отвращение, это реакция ваша на, скажем так, блокировку. Это реакция на то, что вы где-то проскочили себя, где-то, где-то вы перестали быть собой, где-то вы себя предали. И наша задача узнать где-то. И, по-моему, помочь вам перестать себя предаваться. Но на это требуется время. И, наверное, одним из главных условий является то, что вы, чтобы вы доверяли специалисту, чтобы вы открывались ему, чтобы вы не боялись открываться. Что вам, с учетом вашей склонности, как мне кажется, к контролю, вот, ну, может быть сложновато. Но, если вы решите этому научиться, то, я думаю, у вас все получится. Ключиком к решению проблемы может стать и рассмотрение важности мужчины. Здесь работает тот же принцип, что и при, например, восприятии пищи, пищи, еды. Условно говоря, если вы сыты, то еда вообще-то вас не особо интересует. Все правильно, логично и естественно. Когда вы с едой обращаетесь, я имею в виду, занимаетесь ее приготовлением, будучи сытой, или занимаетесь ее, как бы, укладкой, да, разложением ее, там, в холодильнике или где-то еще на столе, например, Ваши, ваши движения спокойны, размерены все-таки. Но, если вы будете хотеть есть очень сильно, то к еде ваши отношения изменятся. И оно будет меняться, тем больше, чем сильнее вы будете хотеть есть. И ваши движения будут меняться, ваше поведение будет меняться. Оно станет более резким, хаотичным, порывистым, неконтролируемым. И, как вы понимаете, в таком состоянии человек может что-нибудь разбить, ударить или удариться сам. И процесс потребления пищи в таком состоянии может причинить вред. Так же и в отношениях с людьми другими происходит то же самое. Если проблемы в другом человеке значительно выше того, когда вы можете вести себя естественно, да, спокойно и размеренно, то возникают проблемы. И если мужчина для вас сверх важен, то если вы им пытаетесь заменить важность чего-то внутри себя, то психика может блокировать такого рода отношения. Чтобы вы не замещали, чтобы вы не заменяли. Потому что тогда вы можете быть, вы можете стать зависимым от человека. А это всегда ужасно, это всегда больно, это всегда неприятно, это всегда ведёт к очень негативным последствиям. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Я надеюсь, что мои слова вызовут у вас обратную связь, которая и послужит началом психотерапии. Такой, нацеленной на познавание себя, а не на достижение какой-то конкретной цели. Вообще, когда любой человек в работе с своим психологом ставит какую-то конкретную цель, ну, в общем, собственно, это блокирует развитие, потому что внимание ограничивается этой целью, но человек, он гораздо больше, выше любой цели. И получается, что концентрируясь на цели, человек начинает, собственно, предавать себя через игнорирование других важных вещей. Я желаю вам всего самого доброго. Спасибо.